Дорогие друзья, братья и сестры, здравствуйте! Мы начинаем новый цикл наших встреч, посвященный разным понятным, но непонятным местам из книги Псалтирь. Книга Псалтирь является спутницей христианина с давних времен, это и самая читаемая, самая цитируемая, самое практикуемое в богослужении книга для всех христианских конфессий и западных, и восточных, и так далее. И вот, друзья, загадка такая, такая загвоздка, что ли, что книга Псалтирь является одновременно и очень знакомой. Многие верующие знают Псалмы наизусть, могут их по памяти читать, Шестопсалмия, Псалмы на часах и другие Псалмы, но при всем при этом, как выясняется, когда вот изучаешь или с кем-то разговариваешь, как много разных стихов понимаются превратно или даже, скажем так, полностью противоположным образом, чем изначально имеется в виду. И поэтому задача наших с вами маленьких встреч, маленьких лекций будет попытка дать правильное понимание разных популярных, но непонимаемых стихов из книги под названием Псалтирь. Тема нашего сегодняшнего разговора – Псалом 52, стих 2. Почитаем этот стих в церковно-славянском переводе. «Рече безумен в сердце своем, несть Бога». Это очень, друзья, известное место, и многие такие полушутки, такие байки связаны с этим стихом. Ну вот, например, может быть, вы слышали, что такая история, как будто бы была, разговаривает безбожник, атеист с верующим, и безбожник говорит, да ты знаешь, в Библии написано, что Бога нет, да, в самой Библии об этом написано. Где же это, да, хочешь покажу? Мне такого там точно нет, возмущается верующий. И вот открывает безбожник, полемизирующий с верующим человеком Псалом 52, и тыкает. «Видишь, написано, Бога нет». Есть другая модификация этой байки, этого анекдота, разговор протестанта и православного, и протестант настаивает на том, что лишь Библия должна быть основанием и веры, и практики верующего человека, и верующего христианина. Православные его оспаривают, говоря, что нельзя, вот, понимаешь, только вот, чтобы Библия была основанием всего, потому что в Библии всякое написано. Например, что Бога нет, протестанты тому не верят, и православный находится этот самый стих, вот. «Про Бога нет» вырывает из контекста два этих слова, и протестант посрамлен, а православный как будто бы доказывает истину, что нам необходимо знать и контекст, и предание, и толкование разные, чтобы понимать правильно те или иные непонятные стихи из Библии. Ну, конечно же, оба этих анекдота, они такие довольно наивные, довольно забавные. Как правило, полемика верующих и неверующих протестантов и православных ведется по другим стандартам, на гораздо более серьезном уровне. Но к чему я клоню? К тому, что стих является довольно известным, и я думаю, что многие из вас слышали этот стих в церкви, либо в разговорах, или по радио, или по телевизору. Итак, какой же смысл тут в этом стихе имеется? «Рече безумен в сердце своим несть Бог». Какой такой безумец, какой такой атеизм тут имеется в виду? Ну вот, начнем с самого главного слова этого стиха, стиха второго, со слова «безумец», или по-славянски «безумен». Слово еврейское, использующееся здесь, это слово, которое звучит «наваль». Так вот, «наваль» является тем самым безумцем, о котором тут идет речь. Слово «наваль» довольно редкое. В Ветхом Завете встречается всего несколько раз во всем корпусе ветхозаветных книг, и, например, встречается в довольно таком важном месте, вторая книга царств, глава 13 стих 13, где рассказывается о Амноне, одном из сыновей Давида, как он сделал страшную вещь. Вот он изнасиловал обманом, заманил в дом свою сводную сестру Фомарь, вот, и сделал невероятную вещь, да, вот она ему очень понравилась. Потом возникло целое развитие сюжета, одно зло за собой влечет другие бедствия, неприятности, трагедии, трагедии этой самой Фомаре, которая вдруг разонравилась Амнону, и она оказалась никому не нужной, не нужной своему брату и соблазнителю, и начинаются разные попытки отомстить, и в итоге умирают люди, да, то есть вот зло рождается в сердце этого Амнона, распространяется дальше, приводит к трагедиям в жизни людей, и вот поведение этого Амнона описывается тоже этим словом «он безумен», «он безумец», «он наваль». Пример этого Амнона показывает суть этого состояния под названием «наваль», да, или «безумец». Тут имеется в виду никакой не сумасшедший, никакой человек с неразвитым или нелогичным, или несвязанным типом мышления, тут имеется в виду, дорогие друзья, нечто иное. Безумие, выраженное в моральном, этическом облике этого человека, он так себя ведет, как будто он совершенно безумец в своей жизни, в своих делах, он делает безумные, дикие, нерациональные, разрушительные, разрушающие действия, и в этом отношении он называется вот именно этим словом «наваль». А в переводе РБО, который является переводом выдающимся, и я на него, как правило, опираюсь, этот стих приведен более, ну, корректно, что ли, или более доходчиво. Там нет слова «безумец», «безумный» или «безумен», там есть слово другое, «негодяй». Негодяй, да, или какие-то, или другие слова есть более такие, что ли, соленые, да, ну, не будем говорить, да, вот этот вот человек негодяй, гадкий человек, гадость такая, вот он так рассуждает. Поэтому тут имеется в виду поведение этического плана, он безумен, он дурак в своем этическом кодексе, что ли, да. Тогда как надо понимать правильно это высказывание «бога нет», да. И, конечно же, хочется, или мы склонны понимать этот стих, как какие-то первые проявления какого-то философского атеизма, да, вот, скептицизма. Но, разумеется, древний мир не знал этого философского атеизма, безбожия, кроме как, возможно, лишь в Греции, либо в римской культуре такие философы появляются. И то там куча есть оговорок философов-атеистов в таком прямом, нам понятном облике мы не знаем вплоть до эпохи просвещения, наверное, да, это уже получается у нас восемнадцатый век христианской эры. А до этого времени все люди были верующие, и тем более все были люди верующие, религиозные, практикующие так или иначе свою веру в израильском обществе. Поэтому в плане религиозном, в плане культовом, в плане каком-то обрядовом у этого человека не было никакого атеизма. Он был практикующим, он был соблюдающим, он узнал, что есть бог, есть ангелы, а, возможно, есть боги, он думал. Поэтому не этот вид атеизма им имеется в виду. Тогда что? И, возможно, тут опять же имеется в виду позиция такая, этическая, иметь в виду какую-то атеизма, этического плана, атеизма, выраженный в практике, на практике. Этот человек живет такой жизнью, как будто в его жизни бога никакого нет. Бог не увидит, бог не узнает, бог не накажет. Богу все равно, богу не до меня, богу не до кого, да, а я буду вести себя так, как вот, как описано в этом, на самом деле, стихе. А как написано? Вот продолжим, чем он заканчивается, стих. Читаем по-славянски. «Раст леша и омерзишеся в беззаконии их, несть творяя благое». Перевод РБО. «Преступления людские, гадкие, гнусные, никто не творит добра». Вот это имеется в виду, когда у тебя есть поведение, гнусное что-то, гадкое что-то и полное игнорирование чего-то хорошего, доброго и правильного. Однажды перевод еврейского текста был сделан на язык греческий, и там такая была трансформация слов еврейского лексикона, семитского мира, менталитет и мировоззрения на язык греческий, да, и вот как слово наваль пережило этот перевод. А появилось слово афрон, афрон, да, вот и то, что привело к славянскому безумный. Вот афрон – это есть человек, да, безумный, да. И вот перевод словарь Дворецкого дает такие переводы этого слова афрон. «Лишенный сознания, бесчувственный, безрассудный, безумный, неистовый, бешеный». Да, даже тут, даже в слове греческом есть такие вот библейские уровни смысла. Бешеный, неистовый, безумный, бесчувственный, да, это безумие касается не просто его интеллекта, его рассуждений, это пронизывает стихия, все его существо, и он оказывается этим человеком бешеным, гадким, безумным негодяем в своей жизни. И слово афрон имеет свою дальнейшую такую довольно активную жизнь в Новом Завете. Например, самое известное место, такое место из Евангелий – притча о безумном богаче. Вот, безумный богач. Какой безумный богач? Помните эту историю, когда он рассуждает себе, что я разрушил старые житницы, старые амбары, построю новые, потому что урожай хороший, я вот, дело мое развивается. И всегда вопрос, а что же в нем безумного? Что же в нем неразумного? Все очень неразумно. А вот это понимать слово афрон во всем его библейском таком измерении. Как и Наваль, афрон касается скорее практической, эмоциональной, чувственной, бытовой жизни этого человека. И вот в этом отношении он, рассуждающий лишь о деле, о прибытке, о развитии своего бизнеса, и, видимо, игнорируя многие другие вещи, требующие внимания, требующие нравственного поведения, вот он и заслуживает такое прозвище от Христа, такой эпитет. Он безумный, он безумец, он Наваль, он афрон. Дорогие братья и сестры, на этом комментарии стиха 2 Псалма 52, а замечу еще, что этот Псалом повторяется дословно почти еще раз в Псалтире и встречается под номером 13 Псалом. Псалом, он совпадает почти целиком, исключение единственное, по-разному именуется Бог, Божество. И, как предполагают ученые, это было вызвано тем, что такой был хороший Псалом, такой был хороший текст, интересный, глубокий и содержательный, что он попал в две разные коллекции. И там, в этих двух коллекций, так и вошел в собрание, дошедшее до нас собрание Псалмов, да, канонических Псалмов, входящих в состав Библии христианской и еврейской. Вот, дорогие друзья, такая была интересная история. Путешествие слова Наваль в Библии еврейской, греческой и в церковно-славянской. Спасибо за внимание. Читаем Библию, не болеем. Всего хорошего.